Евангелие от Марка Евангелие от Марка Евангелие от Марка Истинно, истинно говорю вам, где не будет проповеданное Евангелие, сие в целом мире сказано будет в память ее о том, что она сделала. Третья грань истинной веры. Истинная вера не всем нравится. И мы видим в этой истории, когда она совершила, ну, вроде, такое совершила, о чем будут говорить потом все века истории церкви. Однако в то время многим это не понравилось. Они говорили, слушай, зачем она это сделала? К чему сия отрата? Словно это отдавали их деньги, словно это они накопили, а она это в раз разбила и вылила на Иисуса Христа. Часто людей раздражает жертвенность, не своя ближних. Когда кто-то посвящен Богу, он думает, да зачем тебе это нужно? Почему? Да потому что чья-то жертвенность часто обличает скупердяйство другого человека. Деньги это порой, знаете, как лакмусовая бумажка для души, вроде материальная вещь. Да, материальная. Но как она сильно проявляет, как она сильно проявляет нашу душу? И тут же, знаешь, человек не скажет, зачем она это сделала? Мы очень жадные, мы очень скоридные люди, нам не нравится это. Нет. Мы никогда не скажем, зачем она это сделала, мы слишком жадные, это не нравится. Мы всегда свою жадность оденем в благопристойной одежде, зачем она это сделала. Это можно было употребить намного лучше. То есть мы говорим, да, жертвенным нужно быть, но не так фанатично. Молодец, но не на то даешь. Это нужно было нищим раздать. Ну зачем Христу это? Ну да, ну приятный аромат, ну конечно потрясающе, но вот мы уйдем, аромат рассеется и все. Все, что ты собирала, столько времени. Это же неразумно. Ну хочешь быть жертвенным? Ну давай, ну капля за каплей. Хочешь, чтобы там, ну всегда было хорошо, ну по капельке. А тут в раз. Зачем? К чему сия трата? И вы знаете, тут нужно быть очень внимательным. Потому что Бог может говорить что-то кому-то, но не значит, что Он говорит ко всем. Есть собрание, когда Бог вдруг касается человека кого-то, и ты понимаешь, это время для меня. Сделать не просто по силам, а сверх силам, как говорит апостол. Поэтому очень важно это время не пропустить. Не случайно, помните, Иисус сказал, нищих всегда имеете, а меня не всегда. И опять вопрос, Господи, как не всегда? Ведь это же история не просто вот для тех людей того времени. Ты же сам сказал, что об этой истории будут везде рассказываться. И ты сам сказал, все я с вами во все дни, до скончания века. Если ты с нами во все дни, до скончания века, ты с нами всегда. Что значит, меня не всегда будете иметь? Ну для тех людей понятно, они в теле его не всегда имели. А мы имеем всегда его в своем сердце. Это какой смысл имеет для нас? А очень простой, конечно. Иисус, Он всегда с нами, в нашем сердце. Но есть особые времена, когда Бог словно что-то ожидает от нас. Если ты думаешь, Господи, ладно, потом, но не сейчас, никогда. Потом проходит время, и Богу это уже не надо. Ты готов, а словно время упущено. Вот есть такие моменты, когда Бог говорит, вот сейчас. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Вот есть такой момент. Это как вот в песне песней, да, когда девушка, да, про возлюбленного, что является символом Христос и церковь, она рассказывает, вот, стучал мой возлюбленный, выйди, вот время, выйди. Бог словно хочет что-то, вот общение, чем-то наполнить твое сердце. А она что говорила ему? Я уже на кровати моей, уже ноги мои вымола. Что мне сейчас все вставать, шлепать, пачкать, все. Потом, потом. А он говорит, да, выйди. Вот она лежала, лежала, думала, да ладно, что, все равно не спится. Встала. И мира капала на ручку замка, открыла, а возлюбленный ушел, да? Вот есть такие моменты, когда словно Бог что-то, вот сейчас это время, вот сделай это, вот это время, сделай это. Ты же, Господи, ну прям вот сейчас, у меня тут план, а я тут сделай это. Не время, сейчас, я занят, сейчас, у меня дела, сейчас, вот там меня ждут, сейчас, не могу, сейчас. Проходит время, говоришь, ладно, Господи, давай, что надо это? А он ушел. Переживали вы такие вещи, да? Вот есть, как будто Бог что-то, вот не всегда, есть вот эти присутствие Божие всегда, есть особые моменты, когда Бог что-то хочет сделать в нашей жизни, через нашу жизнь. И вот важно в этом, в этом моменте быть чутким к Его голосу. Когда Бог говорит, это время, это сейчас. Ты скажешь, я сделаю, Господи, я не жадный, но потом. Но потом, Бог говорит, вот это надо не просто вообще, это надо сейчас. Это время, которое не всегда у тебя бывает. Особые времена. Так называемое вот это время. Помните, с вами разговаривали, что есть два слова в греческом языке, да? Есть хронос, а есть кайрос. Это времена кайроса. Хронос всегда. Есть времена кайроса. Особое время. И вот с этим связано то, о чем мы будем говорить. Четвертое, смотрите. Истинная вера действует сейчас. Как эта женщина узнала о том, о чем не знали даже апостолы? Ведь Иисус сказал, что она сделала? Помазала мира. Приготовила тело мое к чему? К погребению. Приготовила тело мое к погребению. По традиции того времени на Востоке, когда умощали тело, уже мертвое тело, она сделала это с телом живым. Как она это узнала? Как она это почувствовала? Она сидела у его ног, слушала и поняла. Поняла, что она должна это сделать. Сделать это сейчас. Потому что потом могла опоздать. Как опоздали другие женщины. Смотрите, в этом же Евангелии, Евангелие от Марка, 16 глава, 1 стих. Смотрите. По прошествии субботы, Мария Магдалена, Марина Яковлева, Соломия, купили ароматы, чтобы идти помазать его. Вот они взяли эти ароматы, чтобы уже традиционно пойти, умостить его тело. Весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу, при восходе солнца, говорят между собой, кто отвалил нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален. И он был весьма великий. Войдя во гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облегченные в белую одежду, ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите. Назарянина, распятого, он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Женщине ждали вот этого погребения, чтобы умостить его тело. Когда пришли, тела уже не было. Были одни лишь погребальные пелены. Опоздали. Одна женщина не опоздала, которая почувствовала, это сделала. Та женщина, которая умостила его этим миром драгоценным. Иисус сказал, она приготовила тело мое к погребению. Вы знаете, это очень важно, вот эта вот четвертая истина. С одной стороны, истинная вера не всем нравится, но еще истинная вера, она действует сейчас. Когда Бог, Бог говорит, тебе нужно, нужно действовать. Иначе ты окажешься опоздавшим. И тут, знаете, очень момент, некоторые думают, ну, главное, что я хочу. Для Бога это самое важное. Нет, даже если ты хочешь, то есть, смотрите, даже если у тебя хорошие, правильные желания, даже если у тебя правильное намерение, это не значит, что ты не можешь быть опоздавшим. Типа, я с Богом никогда не опоздаю. Можно с Богом опоздать. И тут знаменитая притча, помните, пять дев мудрых, пять дев неразумных. Это же не то, что было пять дев верующих и пять дев окаянных грешниц, которые грешили и в Царство Божие не вошли. Это было бы понятно. Нет, здесь другая история. Здесь история про дев. Все они ждали жениха. Все они хотели встречи с ним. Правда же? Разница между ними была. Одни опоздали, другие нет. Потому что одни делали то, что нужно, приготовили масло, а другие думали, да ничего потом. Главное, мы же его ждем. Главное, мы же хотим. Точно так же есть сегодня люди, ну, главное я верю, главное Бог со мной. Ты можешь иметь веру, но не действует тогда, когда тебе вера это говорит. И твоя вера тогда становится мертвой. Не действующий. Есть времена сейчас. Можно быть опоздавшим. Иметь хорошие намерения, правильные желания и быть опоздавшим. Поэтому в 11 главе, когда апостол нам рассказывает разные примеры людей, веры, он говорит о людях, таких как Ной, да? Бог ему сказал, строй ковчег. В то время земля орошалась росой, дождя не было никогда. Бог ему открыл, что будет ливень, вода пойдет с неба, все затопится. И что? Ну, он стал действовать, стал строить. И я, к сожалению, за 20 лет своего служения видел немало таких людей, которые, вот, хорошие люди, и у них желания хорошие, намерения хорошие, но они вот всегда, знаешь, откладывают. Ну, не пришел еще час мой, еще не время пока, вот, и все. И в итоге, вроде вера есть у них, но эта вера ничего не делает. Вера не работает. Действует, когда уже время прошло, когда уже это не надо. Когда, когда это уже не нужно никому. Поэтому знай, не пропусти время. Есть времена, которые не всегда с тобой. Особые времена. Если ты не начнешь, ты просто упустишь время. Эти времена важно не упустить. Важно не быть опоздавшим. И последнее. Связано со словами Христа. Она сделала, что могла. И пятая грань истинной веры, истинная вера, делает то, что может. На могиле очень известной христианки, автора многих-многих духовных гимнов, песнопений, которые во многих странах поются. Это легендарная Фанни Кросби. Не все знают, что Фанни Кросби, это легендарный автор многих христианских гимнов. Она была слепой. Там даже есть в ее биографии такой момент, когда недалеко от места, где она жила, приехал известный евангелист, у которого был большой дар исцеления. Многие люди получали исцеление на его собраниях. Фанни Кросби была уже пожилой. Ее друзьям предложили отвезти ее на собрание этого евангелиста. Может быть, Бог коснется, и она прозреет. Фанни Кросби отказалась. Она сказала, нет, я не хочу. Первого, кого я хочу увидеть лицом к лицу, я хочу, чтобы был здесь. И вот на ее могиле, помимо ее имени и дат, есть одно предложение. Послушайте. На ее могиле написано, она сделала, что могла. у нас порой совершенно естественно, знаете, проявляется какая-то вот такая жалость к людям чего-то лишенным. Если люди увечны как-то и без глаз, без слуха, вот бедные, бедные, несчастные. Вы знаете, вот за этим сожалению можно забыть одну такую вещь. У Бога для каждого человека есть призвание в соответствии с тем, что ему дано. Вы наверняка видели в последнее время немало фильмов есть про разных людей, христиан без рук, без ног, которые добиваются выдающихся результатов. У них нет того, что есть у всех, но они делают, что могут и это вызывает восхищение. Есть один пример, я помню, много лет назад я его вычитал. запомнил, я его даже в церкви иногда рассказываю, потому что очень наглядно, когда в одной из церквей в детской воскресной школе воспитатель задал на следующий день, на следующее воскресенье всем детям принести какие-то предметы, которые выражают, отражают то или иное, ту или иную истину в Библии. Дети принесли, там кто-то фонарик, что Бог есть свет, кто-то соль принес, соль земли, а один маленький мальчик принес небольшое яйцо курицы Беннон, такая маленькая курица, которая несет очень маленькие яйца, маленькая порода такая. Учителя удивилась и говорит, слушай, а что отражает вот это, он говорит, как что? Она сделала, что могла. Она сделала, что могла. Так вот, когда ты проверяешь себя, делаешь ли ты, что можешь, это показатель в вере ли ты. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в восьмой главе написал, ибо если есть усердие, если есть усердие, есть усердие, есть усердие, у христиан всегда есть усердие, но дальше Павел пишет, если есть усердие, Господи, усердие, то у нас как раз много. Так вот, если есть, то оно, смотрите, принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. И тут апостол, знаешь, он покажет величайшую проблему, она и в это время, и в то время была. Мы все рады и готовы быть усердны в том, чего у нас нет, то, чего мы не умеем. И мы всегда думаем, Господи, вот если, то тогда, предположим, Господи, вот разбогатею, тогда отбоя не будет в церкви от моих пожертвований. Господи, вот стану миллионером, вот тогда держитесь, завалю всех деньгами, а пока, извините, десятину даже приносить не могу. Мало самому. и мы всегда очень усердны в том, чего у нас нет. А в том, что есть, мы всегда оправдываем, почему в этом мы сейчас как-то не можем быть усердны, как-то пока не можем быть усердны, потому что это очень мало. Как апостол говорит, настоящее усердие, оно потому, что ты имеешь, а не потому, чего у тебя нет. Легко жертва. Я говорю, Господи, дай мне миллион долларов, я тут же тебе десятину принесу. Великий человек-то, неужели же? Прямо, а Богу-то какая выгода от этого? Он тебе миллион, ты сто тысяч? А что у тебя сегодня есть? Настоящая вера делает то, что может. Нам всегда кажется, что то, что у нас есть, это очень мало, это недостаточно. А Бог говорит, в этом и есть настоящий секрет. Потому что, если ты делаешь то, что ты можешь, вот тогда приходит благословение. Наверняка, те люди в Ветхом Завете, они говорили, Господи, у нас сейчас трудное время, наш народ, израильский народ, страдает, у нас нехватка пищи. Бог, если мы тебе еще будем уделять десятую часть и жертвовать, у нас будет еще меньше, мы так голодаем, Господи, вот благословишь ты нас, придет времена благодати, вот тогда, Господи, мы тебе десятину и сверхдесятину будем жертвовать. А сейчас, Бог, извини, не можем, когда Бог послал к ним пророка в это трудное, голодное время, и сказал, драгоценные, испытайте меня, Бог говорит, вы что? Разве вы не понимаете, что вы должны делать то, что вы можете? Испытайте меня, принесите все десятины и сверхдесятин, приношения в дом-хранилище и испытайте. Не залью ли я на вас благословения до избытков? Не открою ли я над вами окна небесные? Вот она, грань между истинной верой и мнимой. Нам иногда кажется, мы верим, но наша вера больше вера разума. И когда Бог приходит, и это выходит за рамки разума, мы не вмещаем это и не делаем. Говорим, Бог, вот то, что здесь, мы готовы. Сверх, извини Бог. Поэтому настоящая вера, она живет в сердце. Когда Бог приходит и наполняет сердце, ты понимаешь, есть вот некое безумие. Ты знаешь, тут важная грань. Человек, безгранично верующий Богу, часто кажется безумным. Но безумный не всегда означает, что он безгранично верит в Господу. Есть безумный, просто безумный. Поэтому не каждый безумно доверяет Богу. Но каждый безгранично доверяющий Богу для многих кажется безумным человеком. И опять-таки, если мы с вами посмотрим на этих героев веры, которых апостол приводит нам в пример в 11 главе послания к евреям, каждый из них вызывал недоумение, о каждом были разговоры как о безумном человеке. Начиная с того же Ноя. Да почему его начинание не вызвало энтузиазма у окружающих? Считали, да это безумец. Строит огромный какой-то корабль вдалеке от воды и твердит о каком-то потопе. Ненормальный. До поры до времени они так думали. Потом наступает время, все понимают, это был единственный но нормальный. Безумны были они в своих грехах и развлечениях. Тот же самый Авраам, которого каждый день его жена называла отец множества народов. Именно так переводится имя Авраам. Отец множества народов, два пожилых, детка и бабка, им уже, уже далеко за пенсионный возраст. Оба неплодны. Оба. И жена зовет его отец множества народов. У них ни одного ребенка. Как ты к ним относишься? Ну, скажешь, ну, это такая уже блаженная пожелая, что-то. Ну, что, ну, уже старенькие. Как мы подумаем, ну, это уже, уже возраст, уже, уже возраст. Потом наступил момент, и люди были в шоке, потому что вдруг у них в доме Авраама и Сар зазвучал детский крик. Все люди, о которых мы видим, Моисей, Фараон, который отказался называться сыном дочери Фараона, чтобы страдать вместе с народом Божьим. Здесь и жертва, то есть в каждом случае и жертва, и время. Господи, потом, подожди, нет, сейчас. И в каждом они сделали все, что могли. Казались безумными, но они делали. Делали сейчас. Делали от всего сердца. Дорогие друзья, в последние пять лет мы активно проповедуем Евангелие через христианское телевидение, через интернет-трансляции. За это время мы получили множество писем со свидетельствами. Кто-то во время наших телевизионных программ принял Иисуса Христа в свое сердце, кто-то пережил исцеление, чья-то семья пережила восстановление, восстановление взаимоотношений между супругами. Кто-то вновь вернулся в церковь и стал активным прихожанином. Для нас огромное привилегия служить телу Иисуса Христа в разных странах. И сегодня я обращаюсь к вам с просьбой, с которой еще никогда не обращался, потому что мы сейчас нуждаемся в том, чтобы вы послужили нам, помогли нам. Все дело в том, что мы все последние годы активно работаем в вопросе приобретения здания для нашей христианской общины. И сейчас у нас появился уникальный вариант приобрести свое помещение. У нас уже есть большая часть суммы, но мы нуждаемся в вашей помощи, в вашем финансовом пожертвовании. Я обращаюсь к вам от лица всей нашей христианской общины. Пожалуйста, в это время помогите нам, поддержите нас, посеете, станьте частью той большой работы, которую Господь совершает здесь. Екатеринбург один из крупнейших мегаполисов России, и здесь поднимается сильный библейский духовный центр, влияние которого намного больше, чем только Екатеринбург, и вы можете быть частью этой великой работы Божьей. Поэтому откройте ваше сердце, у вас на телеэкране вы видите те способы, которыми вы можете перечислить ваши пожертвования. Также там есть адрес сайта, где более подробно это все описано. Мы обращаемся к вам, мы нуждаемся в вашей помощи. Благословите наше служение, благословите нашу работу, и Бог благословит вас, вашу жизнь и вашу семью. Огромная благодарность вам от моего лица и от лица всей нашей общины. Доброхотно дающего любит Господь. Будьте благословенны! Доброхотно Субтитры Субтитры